Профессор Одно закрыл за отсутствием состава, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются. А твои как? Аналогично. Рад за тебя. На какие темы беседуешь? Может вопросы интересные есть? Ой, это чисто провести время. Телок ищешь? А какие вопросы? Нет, а какие телки? Я уже их видел, знаешь, когда последний раз. Три года назад. А, понятно. Ну, бывает. Ну, так есть какие вопросы, как я не знаю. Ну, а ты можешь на них ответить? Я обычно отвечаю на вопросы, что мне задают. Ладно, почему так? Хорошо. Вопросы до тебя. Какая гарантия того, что наш президент не сибился с этой страны? Да никакой гарантии нет. Он давно должен был свалить, по идее. Ну, что-то ему приказали быть. Моё мнение такое, что на данный момент, пока Коломойский сидит в Днепропетровске, понял, они его в общем в одном спейсе, понял, они сейчас в Европу тянут европейский бюджет, понял. Сейчас они натягают нормально бабла, и они вдвоем съебутся. Ну, вполне возможно. Ну, у них рестрикшены есть. У Коломойского рестрикшены по поводу въезда в западные страны, в некоторых он персонононграта. А Зеленский вообще подневольный человек, он, так сказать, у него даже охрана британская. Они в любой момент ему могут пристрелить, если он будет проявлять так называемую неавторизованную активность. Если она будет грубо нарушать те инструкции, что он включает. Ты же понимаешь, что такая ситуация, что при большом желании захочет, он съебется. Ну, если он, значит, имеет грамотного аналитика, он ему подскажет, как свалить. Но так он находится на мушке у его личной охраны, а охрана у него британская. Сейчас. Не, ну, короче, я тебе так скажу, что хорошего, ну, хорошего ничего не будет с этим. Ну, понятное дело. Что от него можно было ожидать? Хотя народ ожидал, конечно, когда голосовал, но спору нет. Я за Тимошенко голосовал. Поверил обещаниям. Ну, Тимошенко, она была в фаворе когда? В пятом году? Особенно, когда Зеленский облотировался в президенты, Тимошенко тоже облотировался. Ну, я в курсе, да. Ну, такая же она же не попала во второй тур. Не, ну, понятное дело. Ну, не попала, потому что не хотела. А если бы она проявила активность при выборной, она бы, может, и попала. Нет, есть гарантия, есть вероятность того, что могли ей просто этого дать, не сделать. Ну, я придерживаюсь того мнения, что она сама не хотела, потому что баба, она хитрая, почитала это стремно. Что ее подтвердил Зеленский. Он, небось, сам уже 10 раз пожалел, что они выступают в 90-м квартале и не рубят бабло. Да, согласен с тобой. Хоть меньше, чем он сейчас рубит, но зато безопасно, безопасно обрубил. Согласен с тобой. А ты же чуть-чуть, что не спишь так поздно. Да у нас еще рано. А ты сам откуда? Я сам из Торонто. На земле 24-часовых поезда. Так что не везде поздно, кое-где рано, то и где. Слишком понятно. 7 часов у нас с тобой разница. Так что у нас еще рано. Я понял. А ты чем вообще по жизни занимаешься? Ну, до эмиграции лекции в универе читал. А потом в колледже работал. Сейчас вообще-то уже частные уроки иногда дают. Уже на пенсии. Понятно. А ты чем занимаешься? На кого-то учишься или отучился уже? Не, я хочу пойти на юридический, на юридический пойти учиться. После того, как освобожусь. А ты на зоне, что ли? Да, я сижу в тюрьме. По какой статье, если не секрет? За наркоту не выжил? Не, 185-я часть 3-я Уголовного кодекса Украины. Кража с проникновением. А, понял. Давайте говоря, у меня тоже второе образование юридическое. Ну, если бы ты уже учился, мог тебя бы понатаскать немножко. Не, я очень хочу получить это образование. Почему? Потому что оно мне очень сильно надо. А куда собираешься? В Киеве или в Ярослава Мудрого, может? Да без разницы, если честно. Не имеет значения, где. Главное его получить. Ну, в принципе, да. Конечно, если... Оно в любом случае пригодится. Да, конечно. Это опыт в первую очередь. Безусловно. А так немножко... Так что, как-то так? Так немножко разбираешься в юридических аспектах, чисто по... Ну, на безобразовании, но на житейском уровне. Ну, немного, да. Начито. Ну, допустим, можешь мне дать определение, что такое убийство? Я тебе помогу. Или начало... Первые два слова. Это лишение жизни. А продолжить можешь? В каком случае лишение жизни является убийством? Не, ну, смотря на что это. Если это умысленное было, то тогда можно более раз... А может, это было неумысленное. Попытка. Много вариантов. Ну, кое-что правильно. Смотри, во-первых, лишение жизни нужно было продолжить другого человека. Потому что лишение жизни самого себя называется суицид, это не криминал. А лишение жизни не человека, а, допустим, животного, это образует другие составы, но не убийство. Это уже жорстокие поводживания натворы нам. Да. Убийство только касается человека. Или людей. Ну, понятно. Ну, нет, ну, вот это определение должно быть четкое, потому что... А можете дать определение власти? А? Определение власти можете дать? Ну, сейчас постараюсь. Власть, власть, это государственная система и совокупность органов, которые занимаются регулированием общественных отношений в государстве, принуждением к определенным действиям и выдачей санкций на диспозиционные действия. Я сейчас дам определение власти, коротко. Это возможность управлять, влиять на человека или ход событий. Ну, да, я дал скорее государственной власти, так, это чисто уже по стереотипу. А ты дал общее определение власти, да, не обязательно государственной. Я с тобой согласен. Ну, вот, так это я... Если тебе интересно про убийство, я продолжу. Кроме того, что это лишение жизни другого человека, должно быть еще три условия. Вот умысел... Раньше при коммунистах это было необязательное условие, поэтому было лишение жизни по неосторожности. А я не сумел производную взять, и мне подогонать, и сказали... Я его знаю. Прекрасно. Может, какие вопросы тогда есть? У вас... у вас кликуха клетчатый. Клетчатый? Не знал такой кликух. Я далеко не всегда эту рубашку надеваю. Ты просто пошучил. О чем говорите? Я шутку оценил. Ну, о чем говорю? Я в основном научная тема беседую. Это сложно найти собеседника. Ну, если... А как это помогает научная тема в жизни? Ну, помогает как-то. Освежает. Ну, вам. Вам помогает. Вы смотрите, вы... Вы на какие темы беседуете? Жизни, в общем. Ну, а жизни? Философский, что ли? То есть тоже научная, можно сказать. А философия жизни? У вас. В Москве живете или где? Нет. А где есть на секре? Мадагаскар. Да, Мадагаскар. Мадагаскар, понятно. Я же с вами уже общался. Ну, да, было дело лицо знакомое, общались. Вот же, конечно, я вас не помню, ваш не помню, поэтому спрашиваю. Так какая разница, откуда ее? В большая разница. С москвичами я в Москве беседую о нюансах транспортной географии, особенно в свете последних изменений. Если не из Москвы, значит, другие темы. Так, ну, а какие темы трогают вас сегодня? Сегодня? Ну, вот, к сожалению, у нас отключили роуминг российский. Несколько дней назад. Вот такие троги. Чем это закончится? Ну, по вашим поднятиям. Это в смысле война, что думаете, да? Ну, для вас война, да. Ну, при хорошем стечении обстоятельств закончится фрагментация Украины, я надеюсь. На три государства, на четыре. Я думаю, что закончится гораздо страшнее. А именно? Не скажу. Меня спрашиваете, сами не скажете. Ну, ладно, заинтриговали. Ладно, еще есть вопросы. Ну, скажи, вот вы серьезный человек. Расскажите серьезные анекдоты с вашей жизнью. Серьезные? Нет, хорошо. Из жизни это случай. Анекдот, анекдот, он как бы не связан с моей жизнью. Из вашей жизни. Из вашей жизни. История смешная. Ну, я лучше анекдоты расскажу. На какую тему? На политическую, на этическую выбираю. На любую. Ну, хорошо. На любую. На любую. Вот, значит, эксперимент решили сделать двух мужиков и одну бабу на необитаемый остров разных национальностей. Что с ними будет через год? Вот приезжают к испанцам. Встречают их. Один мужик, одна женщина. А где второй? Мужик отвечает, я его убил, и мы теперь счастливы. Приезжают к французам. Ну, значит, беседуют с ними. Как вы решили свои, значит, личные отношения, сексуальные вопросы. Он говорит, да, очень просто. Один день первым муж, я любовник, а другой, другой день наоборот. Приезжают к англичанам. Там три костра на расстоянии 100 метров. И у каждого, значит, по человеку трое. Их собирает вместе, говорит, как вы решили свои взаимоотношения там сексуальные. Какие могут быть взаимоотношения, если нас даже не представили, когда привезли. Приезжают к евреям. Их встречают два мужика и две бабы. Говорит, а где вы вторую взяли? Очень трудно было, но достали. К русским приезжают, два стола, два мужика сидят. За одном предколхозом, за другом секретарь порткома написаны таблички. А где женщины? Народ в поле. Вот такой анекдот. Знаете, как вы думаете, чем больше человек знает, как это для общества влияет? Ну что влияет? Знаете, это его личные, так сказать, как и бенефиты, а не для общества. А для общества... Вот, смотрите, вот люди, ну, не совсем получившиеся нормальные, ну, получившие нормальное образование. Как они с вами разговаривают? Ну, по-разному разговаривают. Методология разговора в зависимости от образования, от культуры общения, от дискурсионной практики. Не, 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 не так, не так, не так. Мне кажется, многие вас не понимают. Может быть. Я могу сказать... Посмотрите, глупый человек, да, смеется над каким-то приколами, а вы появляетесь и говорите, пункт штучки банальной эрудиции, и они вас не понимают. Ну, я-то согласен с вами, когда я скажу научным языком, я не понимаю, я даже могу сказать научным языком не своей профессией, а, например, дискурсионную практику можно дефиницировать как перманентную дионтологическую традицию особых способов лингвоперирования в целях осуществления семиотических трансформаций психической реальности, выступающих в качестве донатата, а иногда и даже референта дискурса аффилированных субъектов межличностного взаимодействия. Вот это будет сорвать мозг. А зачем вы это делаете? Ну, так, изучаю психотипы иногда людей. Ну, если у вас люди не понимают. Ну, если меня нужно, чтобы меня понимали, я говорю с ними на том языке, на котором, которые они понимают. А вы знаете, я даже понимаю, почему сошли, ну, прибили к кресту Иисуса. Ну, почему? Потому что вы не понимали. Ну, понятно. Хорошо, вы уже повторяйтесь. Есть еще вопросы ко мне? К вам? Нет. Спасибо за беседу, всех благ. Вас здесь не пишут? Плевать. Он в курсе. Кто? Только кто пишет. Семичастный? Меня Алексей зовут, а вас как? Олег меня зовут. А что вы беседуете, Алексей? Может, вопросы у вас интересные есть? Вопросы? Вот у вас картина. Николай Второй, да, насколько я понял? Нет, неправильно понял. Это Александр Второй. А кто? Александр Второй. Он у них. Александр Второй? А вы откуда? Я из Харькова. А почему-то флаг такой на канадский похож у вас там, ну, на какой израильский канадский. Это я в Канаде был, купил по случаю. Понятно. О чем общаетесь? Наука, история, железная дорога. Вы кто по образованию с ним секрет? Я? Я инженер электрика. Ну вот, по вашему, по вашей специальности или образованию можем об этом беседовать. Чем отличается анод от катода, знаете? Конечно. Анод, катод, естественно, диод. А есть еще триод, транзистор, тиристор. Ну, это они присутствуют в данных приборах. А вот, в принципе, это электроды. Анод, катод, а тот электроды. Чем они отличаются между собой? Двумя отличиями. Плюс и минус, и черный-красный. Ну, черный-красный, это маркировка. Они, по-моему, не обязательно. Какой из них плюс, какой минус? Красный плюс, черный минус. Нет. Анод или катод? Анод плюс, катод минус. Красный-черный, это в проводах. Очень обязательно маркировка. Может быть, два черных, может быть, черный и белый. Ответ телемастера. Вот телемастер так отвечает. Ну, то есть, для потребителей только это так, а для источников только наоборот. То есть, для источников только катод плюс, а анод минус. Когда вы втыкаете свой телефон в зарядку, у вас катод и анод меняются местами. А знаете, почему это? Ничего подобного. Ничего подобного. Давайте ваши... Не соглашусь с вами. Давайте вашу версию. Моя версия такая, что как бы логически, теоретически, должно, ток должен протекать от плюса к минусу, от анода к катоду. А по факту он течет от катода к аноду, от минуса к плюсу. Электроны, если не ток, ток течет от плюса к минусу, а электроны наоборот, от минуса к плюсу. Ну, правильно. Электроны, а не электроды. Это в металле. А есть еще в электролите. Я вам объясню. Я в этом деле профессионал. Я лекции читал по физхимии в ВУЗе. Вы объясните, мне интересно, кстати. Это так в 19 веке приняли электрохимики. Два электрода в электролитической ванне. Чисто электрод, которому текут катионы, то есть позитивно заряжены, называли катодом. А которому текут анионы, назвали анодом. Анионы в обратную сторону, конечно. Которому они текут. А плюс они или минус, в зависимости от того, источник тока или потребитель тока. Они тогда меняются местами. В противоположном направлении все текут. Конечно. Смотрите, а в переменном токе электроны как бегут? Туда-сюда? 50 раз в секунду? 50 раз в секунду. Ну, какие-то... Они не могут так на сотни километров, если там провод один сотни километров, какой-то у них есть диапазон, туда-сюда дрыгается. Ну, с переменным током там, по-моему, за счет электрического поля все больше. А чем мне... Это постоянный ток, там текут электроны. Как этот говорил Вольт. Постоянный ток более понятен. Он как темза. Течет и течет. Вот. А в линиях электропередачи ЛЭПа всегда было высокое напряжение, оно было постоянное. И сейчас есть. Потому что меньше потерь при высоком напряжении постоянного тока. Переменного тока... Да, да. Ну, правильно. А что такое напряжение, помните? Определение напряжения. Прослушал. Что-что? Что такое напряжение? Можете сказать? Прослушал еще раз. Повторите. Что такое напряжение? Это отношение силы тока к... Это вы по закону Ома говорите. А напряжение имеет свое определение. Я же не смартфону. Ну, амплитуда. 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 Напряжение это работа по переносу единичного заряда из одной точки в другой. Поэтому напряжение между двумя точками называется. Или разность... Ну, это вы там... Это там... Или разность потенциала между двумя точками. Это вы сейчас... не про кулона говорите. Про уровень заряда. Не про закон Ома, а про кулона. А я вам про закон Ома ничего не говорил. Это вы про закон Ома начали. Закон Ома, да, вы правильно. Но закон Ома не первичен. Первичное определение напряжения. А уже из него идет закон Ома, а не наоборот. Ну, хорошо. Вы, если хотите, заходите на мой канал. А, вы в Канаде. Я поэтому и говорю, что у вас там какой-то канадский... Ну, смотри. Я... Так. Говорите. Смотрите, а вы в 90-е, там, 80-е телевизор чинили? Где там лампы 6P1N там и так далее? Ну, не, 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 не чинили. Я только что мог вставить это вот... Декодер был, чтобы пал смотреть в цвете, нужно было вставить декодер. А, полосекам? Ну, да, было такое. Полосекам. Чтобы секамовский телевизор принимал паловское изображение. Это я... Это когда видоки... Это когда видоки появились в Пале. Видоки были только паловские, да. Паловские, да. Да, да, да. А у нас секамовский стандарт. Французский, кстати. Французский, да. Только... Французский. Только по звуку разный. Поэтому французские телевизоры не подходили. Совсем. А там эти... А там эти... Меняли фильтра в этих... Они как похожие на кварцевые резонаторы были. Паивали в схему, меняли фильтр. Промежутные частоты и... А вот там, где был пал в Европе, там по звуку подходило. Поэтому без декодера он показывал черно-белым и со звуком было нормально. По звуку один декодер был. Что в СССР, что на Западе, кроме Франции. А во Франции был секам, показывал цветное, но звука... Секам. Но звука не было, если французский телевизор взяли бы. без декодера. А там фильтр... А там... А там фильтр... Там нужно было фильтр ставить, да, чтобы звук был. Фильтр и промежутные частоты меняли резонаторы. Все правильно соображаете. Ну, хорошо. Жду вас на канале. Смотрите. Извольте арему каши доказать, иначе ты будешь уволен. Ну, как вам сказать. Одно закрыл за свойствием состава, другое за свойствием события, остальные подшиваются, а ваши... А нормально, можно? Ну, это шутка такая юридическая. Нормально. Ну, я понимаю. Нормально. Ооо. А чего беседуете в рулетке? Может, вопросы интересные есть. Да, на чем так? Ну, зашли. Подпетра. Ну, когда общаются, вопросы задают, отвечают. Ну, хорошо, нет вопросов всем. Ну, может, вопрос у вас есть интересный. Интересный вопрос? Ну, просто вопросы есть. Может, это, кажется, Насколько интересный вопрос должен быть? Ну, задавайте, какой у вас есть. Там разберемся. Не, ну, хотя бы расскажите мне какое-нибудь направление в вопросе. Ну, вы на окей-тема беседуете. Вы кто по образованию? Я по образованию 10 классов. 10 классов. Ну, вопрос, может быть, что-нибудь по школьной программе. А хотите свой вопрос задать? По школьной программе? Дискриминант, как вычислить? Дискриминант это биф квадрате минус 4 аэс. А сколько будет производная 3 в кубе? 3 в кубе? 3х в кубе. ПДХ сколько производная будет? 3х в кубе. ПДХ какая будет 9? Сколько? 9. И все? Ну, конечно. Начало правильно. 9х в квадрате будет вообще-то. Ну, хорошо, ладно. Сдавайте свои вопросы. Может быть, другие у вас есть по долгим темам. По другим темам? Да. Токи фирма. Как вы к ним относитесь? Что фирма? Токи. Токи фирма? Может, Токи фуко? Есть арена? Нет, фуко они зависят от общей площади и все остальное. Типа немагнитные материалы под магнитным воздействием это фирма. Нормальным к ним отношусь. А что такое электрический ток, в принципе? Можете дать определение? Электрический ток? Да, что это такое? Это заряд. Заряд это заряд, а ток это ток. А ток это направленное движение электрических зарядов. Не, стоп. Это электрический ток в постоянный или переменный? Постоянный. Постоянный? Это направленное движение электрических частиц. Да, это просто направленное движение и физические частицы. Правильно, только заряженных частиц, а не электрических. Что-то за выражение электрических возможно. А чем отличается анод от катода? Положительные и отрицательные частицы. Да не частица, а электрод. Какой из них положительный, какой отрицательный? анод положительный и отрицательный? Да, ответ телемастера. Для потребителей только так, а для источников наоборот. Катод положительный, анод отрицательный. Ну, рассматривай для источников. Для любых источников только катод положительный, анод отрицательный, а для любых потребителей анод положительный. Вот когда вы вставляете зарядку в телефон, у вас катод анод меняется местами сразу а когда вынимаете у меня куда мы включаем зарядку в розетку там идет переменной толка не меняются местами бесконечно постоянно только из розетки у вас перемены только там адаптер его преобразует постоянный ну вода вторита он переменный адаптер принимает переменная выдает на телефон постоянный ну подождите вы сказали что я вставляю в розетку я вставляю розетку и он переменный а из адаптеров телефона это же постоянный вода 3 есть ну да это уже дальше нет вы мне сказали про то что вы вставляете в розетку да я сказал в розетку адаптера другой штуроадаптеров телефона телефоне там уже постоянно ну вы не уточняли вот этих своих параметров да я стал соображаете молодец ну ладно хорошо спасибо так что молодец заходи их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает на планете прошло мы с вами в нем и в прошлом я в этом году в соединенные штаты афгенберализации федерации 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 ну вот в соединенных штатах федерации вот в прошлом году да да а как называют да Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Уровень интеллекта у Миколы Рушницы На самом деле это Геннадий Хазан Это уровень интеллекта креветки из Озовского моря Хорош Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и за Робяном завтра Совместный стрим Не надо испытывать наше терпение На любой выбор У нас есть консольный ответ Вплоть до самых крайних мер И я хочу напомнить Горячим головам под оранжевыми знаметами От Хайкова до Киева 480 километров А до границы с Россией 40 Давай, страна огромная Давай, наркомерный мой Темношистской силой немною Хорошего еще мой Но ты мне улица родная И в непогоду дорога Добавил субтитры